Как продлить половой акт при преждевременной экуляции? Ставить уколы в эту область, но у нас есть и второе лицо, случилось неудержание мочи, не нравится форма половых губ, болезненная учащенная мочеиспускание после полового акта. Здравствуйте всем! Меня зовут Королева Татьяна Михайловна, я являюсь врачом-урологом-андрологом, занимаюсь дополнительно вопросами репродуктологии у мужчин и работаю в направлении урогинекологии. Эстетические проблемы, с которыми зачастую женщины приходят на прием к урологу либо к гинекологу, это, как правило, не нравится форма половых губ, когда малые половые губы больше по размерам, чем большие половые губы, просят уменьшить в размере. Бывают ситуации, когда не хватает объема больших половых губ, либо с возрастом наступает либо дистрофия, когда истончается подкожно-жировая клетчатка. Здесь тоже можно поработать непосредственно объемниками и увеличить объем больших половых губ. Бывают ситуации, когда случается врожденная асимметрия половых губ, бывают травмы, в результате которых появляется асимметрия. Все это тоже можно исправить либо малой инвазивной хирургии, либо большой хирургии. Чихнули, кашлянули, посмеялись и почувствовали, что случилось неудержание мочи. Знакомая ситуация? Я думаю, что да, многие женщины этим страдают, независимо от возрастной категории. Это называется стрессовое недержание мочи. Стрессовое не потому, что вы испытываете стресс, а потому что это слабость мышц тазового дна. И лечится она несколькими путями. Можно пойти с малоинвазивной хирургии, можно пойти в большую хирургию. Малоинвазивной хирургией мы занимаемся в данном центре. И делается это с помощью филеров на основе гиалуроновой кислоты. За одну процедуру вы избавитесь от данной проблемы минимум на полтора-два года. Чувство жжения в области мочеиспускательного канала. Болезненное учащенное мочеиспускание после полового акта. Почему оно может возникать у многих женщин? Многие об этом замалчивают. На самом деле это называется посткайтальный цистит. То есть это цистит, связанный с половым актом. Почему он возникает? Потому что есть определенные анатомические особенности, при которых уретра расположена достаточно низко. То есть очень близко к преддверию влагалища. Соответственно, при половом контакте вся микрофлора может совершенно легко забрасываться непосредственно через уретру в мочевой пузырь. Что с этим делать? Есть два способа лечения данной проблемы. Есть малоинвазивный метод и есть большая хирургия. К большой хирургии у нас относится транспозиция уретры. То есть когда уретру иссякают и пересаживают выше, чем она есть на самом деле. Малоинвазивные вмешательства заключаются в введении наполнителя на основе гиалуроновой кислоты, которые непосредственно дают нам объем в ткани и закрывают входные ворота, для того, чтобы сюда в микрофлора патологическая не попадала. Данным методом я занимаюсь. Это делается под местной анестезией. И данная манипуляция сохраняется на два года. Внимание мужчин! Как продлить половой акт при преждевременной экуляции? Существует множество способов. Один из способов, которые используем мы в данной клинике, это аугментация головки с использованием филера на основе гиалуроновой кислоты. Что это такое? То есть филер вводится непосредственно в область головки. Для чего? Для того, чтобы снизить чувствительность. При этом вы оргазмических ощущений чувствовать будете не меньше, чем до использования данной манипуляции. Если вы страдаете циститом, развивающимся после полового акта. Если у вас есть недержание мочи при напряжении, когда чихаете, кашляете, поднимаете что-то тяжелое. Если у вас недостаточное количество смазки во время полового акта. Или постоянное чувство сухости, зуда и жжения в области малых половых губ, в области преддверия влагалища. Если у вас есть склерозирующий лихин, то есть это к сухости, когда добавляется еще и сращение непосредственно малых и больших половых губ. Так называемой синехии. Если вы себя узнали, то все это лечится с использованием филеров на основе гиалуроновой кислоты. Либо можно использовать так называемую PRP-терапию. О чем мы расскажем далее. У всех на слуху так называемая PRP-терапия. То есть терапия с использованием собственной плазмы для лечения. И все считают, что это, как правило, использование для нашей лицевой части. Но у нас есть и второе лицо, для которого тоже можно все это достаточно активно использовать. Чего мы добиваемся, когда используем данную методику? Мы получаем хорошее увлажнение слизистых. Мы получаем нормальный цвет слизистых. Запускаются адекватные процессы образования коллагена и эластина. Это, по сути, наш каркас в тканях. Плюсом запускается нормальный обмен в клетках водно-солевой. И плюсом вырабатывается собственная гиалуроновая кислота. За счет чего мы можем получить эффект не только омоложения, но и избавления от различных заболеваний. Самый главный страх – ставить уколы в эту область. Это очень часто задаваемый вопрос. На самом деле не больно. Сколько делаю эту манипуляцию, абсолютно спокойно все ее переносят безболезненно. По итогу спрашивают «Доктор, а уже все? Закончилось?» Я всегда даю пациенту хорошую аппликационную анестезию, то есть использую крем с анестетиком. Если этого недостаточно, то можно дать еще инфильтрационную анестезию. То есть немножечко подколоть еще лидокаина непосредственно в ткани. Укол в данном случае будет совершенно безболезненный, потому что уже рецепторы заанестезировались. Часто задаваемый вопрос, с какими препаратами вы работаете? Теми же, что и в косметологии или нет? Нет, препараты используются официально запатентованные для интимной контурной пластики. Условно их можно разделить на мягкие филеры и более плотные филеры. В зависимости от того, с какой задачей, с какой проблемой пришел человек, мы подбираем индивидуально для каждого заболевания, для каждой нозологии отдельно. Либо мягкий, либо плотный филер. Как долго сохраняется эффект от манипуляции? Если мы используем мягкий филер, то мы говорим о сроках год максимум полтора. Если мы используем плотный филер, то мы говорим о сроках около двух лет. Интимная пластика и ее этапы. Все начинается с, естественно, первичного приема. Когда человек приходит ко мне с определенной проблемой, озвучивает ее. Естественно, это осмотр, как правило, осмотр на кресле, если мы говорим о женщине. Далее, это непосредственно сдача анализов. Это может быть сдача анализа крови, анализа мочи. Скорее всего, будут назначены еще дополнительно посевы из влагалища, уретры, посев мочи, дабы понять, с каким фактором мы имеем дело. Третьим этапом это уже непосредственно сама манипуляция. Человек приходит на данную процедуру. Перед самой манипуляцией можно жить абсолютно обычной жизнью. Процедура делается под местной анестезией. Процедура длится около часа. В этот же день пациента отпускаем домой. Контрольная явка на седьмой либо десятый день. Далее, осмотр пациента через месяц. Даются рекомендации. И контрольный осмотр будет у нас примерно через год либо полтора. Топ рекомендаций, которые необходимо соблюдать после интимной пластики. В течение месяца нельзя заниматься половой жизнью, ходить в бассейны, в сауны, в солярии, в хамамы, не принимать алкоголь и слишком острую пищу, ограничить занятия спортом, особенно которые идут с нагрузкой на промежность. И самое главное, не сидеть на плотной поверхности хотя бы две недели. Сидим либо на ягодицах, на одной ягодичке, либо же используем специальную мягкую подушку. И ни в коем случае в течение двух лет не используем такие препараты, как лидаза или лангидаза. Проблема отсутствия наступления желанной беременности в паре. Зачастую присутствует не только женский фактор, но и мужской. 50% лежит на плечах мужчины в отсутствии наступления беременности. Этим мы прицельно занимаемся в данной клинике. В частности, я работаю в данном направлении. Называется она репродуктология. Мы разбираемся, в чем же здесь причина и максимально становимся устранить ее. Если в паре нет проблем с зачатием ребенка, при планировании беременности не только женщине рекомендуется посещение акушера-гинеколога, но и мужчине, врача-уролога-андролога. Почему? Потому что 50% генетического материала сперматозоид несет в себе для оплодотворения яйцеклетки. И, соответственно, 50% несет на себе сперматозоид, грубо говоря, в формировании нервной трубки плода.